Вера Победа Вера Победа Соснежный Матерсборда Трехкратный олимпийский чемпион Шестикратный чемпион мира Обладатель победы лучшей борьбы планеты Почетный мир создавал города Красноярска Бувайсара Сайди Мы подошли к нашему основному на сегодняшний день вопросу Это подтвердить либо опровергнуть информацию О возвращении Бувайсара Сайдиева в большой спорт И я предлагаю начать это обсуждение Со слов президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили Я могу твердо сказать Все что от нас зависит От нашей организации От людей которые многие-многие годы восхищались И были очевидцами И участниками Великих победных событий Связанных с Бувайсаром И с великой командой российской Мы повсеместно ему окажем Ну максимальную поддержку Максимальную поддержку Хотел бы ему пожелать Чтобы Всевышний Господь Бог дал ему самое главное здоровье А если это окончательное решение Я думаю что для него невозможно мало Ну что ж прозвучали слова Михаила Мамиашвили Поддержку от Федерации спортивной борьбы Бувайсар уже заочно получил Силу ему передали Поэтому Бувайсар снова за вами Вернусь я в борьбу На тот уровень на котором я был Или не вернусь Это наверное вопрос не ко мне А к тем кто со мной будет бороться Это они будут отвечать на этот вопрос Если я решусь выйти с ними побороться Да то есть на Олимпиаду надо отобраться Олимпиада Очень жесткий отбор проходит перед Олимпиадой От моего желания вернуться Наверное что-то зависит Но очень многое зависит не от меня Вот и поэтому Как коллектнее будет говорить о том Чтобы Бувайсар сойти Начал тренироваться Пока что желание Вы подтверждаете Имеет желание Скорее всего Скорее всего Имеет желание Ну что бы он начал тренироваться Он и так тренировался Как бы через день Но сейчас значит тренироваться регулярно Вот Где-то допускаю Где-то да Есть желание побороться на Олимпийских играх Кто бы об этом не хотел Наверное если я доживу до 100 лет Я и в 100 лет тоже буду вспоминать эти моменты И хотеть вернуть их назад Но Надо быть реалистом Надо на вещи смотреть реально Федерация борьбы Большая благодарность Руководителю федерации Что они так тепло ко мне относятся Вот И обещают И я верю Сделать Все от них Зависящее для того Чтобы Это возвращение состоялось Бувайсар я предлагаю Извините в очередной раз вас перебиваю Предлагаю сейчас посмотреть Вашу тренировку А потом уже поговорить Каким образом Можно будет реализовать Вот ваше желание Возвращение в сборную И ваше выступление на Олимпийских играх Итак Тренировка Бувайсара Сайтеева Здорово Голос 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 Вахту прокачай Сейчас лучше Да Да Поработай Поработай Растуши Поработай Растуши 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 Сейчас вся борьба Вниз в ноги ушла Футбольники вот так Гонники вот так выходят, вот так борются. Кто ниже нагнется, кто быстрее в ноги. И вот ты с ним умеешь. Здесь? Давай, давай, в первое время. Все классики-то умеют. Опти выше. Тренировка у Вайсара Сайтива. Где происходит, например? Тренировка происходит в спортзале здесь, в Москве, у Алихана Ахмедовича. Это не моя ежедневная тренировка. Я не в Москве тренируюсь. Это промежуточная тренировка по дороге из Красноярска в Хасавюрт, чтобы не пропустить день. То есть те дни, которые я нахожусь в Москве, я вот в этом зале тренируюсь. Можно сказать, что две мои последние олимпиады без этого спортивного зала, наверное, скорее всего, и не состоять. Потому что те два-три дня, которые ты пропускаешь по дороге там в Москве, они потом сказываются. Вот это со мной тренируется четырехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Дугучиев-Ислам. Вон там в паре стоят Бахтияр Ахмедов. Вторым был на Олимпиаде в Пекине, со мной в одной комнате жил. Это молодой парень Дармусаев Магомед, который буквально недавно появился, недавно стал победителем турнира Кадырова на призы Рамзана Кадырова в городе Грозном. Он там тоже сенсационно победил, ведущий нашим борцом. Вот. Но мальчик еще молодой, ему еще расти и расти. То есть это не стандартная моя тренировка, здесь нет моего тренера. Это после игры в футбол. Вот делимся там, как... Вот это Бахтияр Ахмедов, один из наших ведущих кижей. 120 килограммов он выступает, был вторым в Пекине. Теперь он мне задает какие-то вопросы, я у Дугутиева там спрашиваю, как на руках правильно бороться. И как бы такая, это не классическая, не стандартная тренировка. Но достаточно интенсивная работа прошла. Мне очень понравилась эта тренировка. Здесь у меня в Москве тренер Алиханов Медович. Он тренер у меня по и физподготовке, и по моральному, по всем этим духовным делам. И я обратил внимание, что такая тренировка в тесном семейном кругу. Да, да, это мы все друзья. Мы вот собираемся в Москве, когда я обязательно всех обзваниваю. Те, кто находятся в Москве, приходят и мне помогают тренировать. Расула не хватает, из Кирханова. Расула не хватает, он у нас тренер по карате. Он нам все груши пообрывал. Там Салман Хасименко, он в Кисусок, Рамзан Сибирь. Там Вячеслав Яковский, последний лимфийский чемпион. Чемпион Советского Союза. Коченовский, там чемпион Европы по боксу. Это все мои друзья с большим интересом. Сибирь, там присутствовал. Научился я немножко со штангой работать. Вот сейчас молодежи показывают, как надо работать со штангой. Очень хорошо работать со штангой. Обязательно вставь ее. Техника, я говорю, можно даже. Если не по вольной борьбе, то выступить по тяжелой атлетике. Ну, или по боксу. Или по боксу. Но в любом случае, крепко стоять на ногах. Локти не умеют, Таня. Вот эти локти вперед не умеют. Это нам разучивали маленькие, когда были. Это вот Артур Бетербеев. Артур Бетербеев. Лучший боксер мира прошлого года. Чемпион мира. Наша задача за эти две минуты выложиться, за три секунды восстановиться, за две снова выложиться. Грозный канал постоянно идет. Уже последние две с половиной. Грозный ТВ у нас крутится. А когда по родине скучаем, постоянно, чтобы вот это восполнялось. Поставить вторую плазму и крутить телеканал Боец. А мы Боец, что через у тебя звали? У нас два канала. Пошел в 15 раз. Быстро, быстро, как можешь, быстрее. Вот это боксер, чемпион мира. И я его буквально за две минуты на этом штанге загнал. Артур Бетербеева. У них же пресс очень мощный. Видимо, он не делал эти упражнения. А в Артуре мы снимали документальный фильм. Он трансферировался как раз на фигуре. Хороший фильм сделали. Все, очень хорошо. Я думаю, представители разных видов спорта вообще не их. Я думаю, это полезно для всех. И борцу полезно с боксером пообщаться, и боксеру с борцом. Я думаю, руку. Давай. Не бойся, я. Давай. Ага. Давай. Видишь? Давай, давай. Руку вот так надо подпишись. Васяр, какую технику вы сейчас показываете? Я ему показываю, как надо вообще входить в контакт. А делаю я это как примерно, приблизительно, как делал Иван Сергеевич Ярыгин. Иван Ярыгин вот от этой его правой руки вся, у нас вся, вся страна полутяжий, тяжий, они все от этой его правой руку разбились. Очень жестко этой рукой принимал. Ну, он как бы помоложе, ему, видимо, неудобно меня подмутузить там, да, по башке. Я ему говорю, бей жестче, бей, я говорю, я готов к тому, что ты будешь меня бить. А он меня так обнимает, как будто подружески. Вот, вот, видишь, почти уже бьет, почти научился. Что захват обязательно? Или так, или за кисть, или за что угодно, два захвата. И вот в этом процессе... Два захвата, я ему говорю, это я уже таистов нахватался, два захвата. У нас выражения такого борьбы нет. У Гакин. Ну, Утменова, Утменова, Утменова. Как раз сказать, тоже был вчера там. Вчера там, Утменов, там был, кстати, большой чиновник, сейчас. Знаешь, что такое? Советник Александра Геннадьевича Хлопонина по Северокатургасскому федеральному округу. Кстати, косвенное подтверждение вашего желания принять участие в Олимпийских играх было то, что вы со своего поста, помощника Хлопонина ушли. Ну, я так думаю, что страна не очень потеряла от того, что такого чиновника потеряла. То есть чиновника нулевого потеряла. Вот это очень хорошее упражнение, если кто-то молодые спортсмены смотрит, это шикарное упражнение. Лучшее упражнение в мире для развития вестибулярного аппарата. Координации, устойчивости на ногах. Так что давай, ребят. Вот забегание вокруг головы называется. Опа-на. Здесь человек, стоя на голове, может бегать. Представляешь, как он будет в рост стоять на ногах? И пошел. И пошел. И направо, и налево. Самое лучшее для развития устойчивости на ногах упражнение. Бесспорно. Уже потихонечку в зале время проводить научился я, Альхан. Заставил он меня. Я быстро убегал из зала. Итак, мы посмотрели сюжет с тренировки Бувайсара Сайтива. Бувайсар, опять же вопрос к вам. Можно ли говорить о том, что вы начали подготовку к олимпийскому циклу? Ну, я сейчас посмотрел этот сюжет. Я думаю, уже завтра вопросов не будет ни у кого. Бувайсар, у вас сейчас уникальная возможность стать четырехкратным олимпийским чемпионом. И мне кажется, что если вы сейчас этот шанс упустите и не воспользуетесь им, то по прошествии времени вы будете сами себе говорить о том, что я мог это сделать, но почему-то не нашлось мотивации. Вот мне кажется, что это так. Ну, пробовать будем, пробовать будем. Теперь давайте поговорим о том, каким образом будем пробовать. Я говорю, будем мы, потому что сейчас вся страна болеет за вас и говорит о вашем возвращении. И это на самом деле так. Я просматриваю форумы, я смотрю, о чем пишут в интернете. Я посмотрел документальный фильм, который, опять же, выложен в интернете, снят нашими ребятами. Сколько там сотен тысяч просмотров этого фильма. Это все говорит о том, что все ваши поклонники сейчас надеются о вашем возвращении. Но что надо сделать для того, чтобы Бувайсар вернулся? Алихан, вот этот вопрос к вам, как вице-президент федерации. Еще пару слов по тому, кто ждет возвращения Бувайсар. Во-первых, кроме того, что федерация борьбы поддерживает, это возвращение его, как бы, посыл. Он получил благословение личное от Мартынете, который сам подошел и сказал, «Я хочу, чтобы ты боролся, мы тебя поддержим, мы тебя сделаем». Если вы войдете на форум мировой, то вы найдете там миллионы и миллионы высказываний людей, далеких от борьбы. Людей, которые... Просто сегодня у человечества есть шанс проверить свои возможности вообще. Что может человек сделать? Это психологически, физически, по-всякому это сложно так, что, ну, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. И сегодня, если есть возможность заняться этим, если он чувствует, что у него есть мотивация, она у него есть. Иначе бы, ну, после трех-четырех Олимпиад, ну, куда уже? У него она осталась, эта искра еще есть, и он ее тоже хочет использовать, не хочет погасить. Он как умный человек, как великий спортсмен понимает, что если ты ее сейчас погасишь, то ты будешь потом жалеть. Поэтому он это тоже знает. Теперь, кроме того, что это очень архи-сложно, у него есть такие плюсы, которые у сегодняшних спортсменов нет. Мы смотрим вес 74-84, есть плюсы такие... Все секреты не выдаем. Да, нет. Все секреты не выдаем, но дело в том, что... Вот Игорь, сидя на вашем месте, спросил у меня, когда-то, а что вот бывает, что ты считаешь, Лехан, что... Вот у него чем его отличает? Я тогда сказал, здесь сердце. Кроме того, что у него борьба в кар...